Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Евгения Солхудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Людям самоотверженной профессии посвящается. В городе установили мемориал в честь 90-летия пожарной охраны Магнитогорска. Он транспортирует думкары с известняком. Парк железнодорожного транспорта ММК пополнился новым электровозом. В новом статусе глава региона Алексей Текслер назначил Сергея Бердникова вице-губернатором. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Иногда ожидания совпадают с действительностью не сразу. Об этом отлично знают жильцы 70-го дома по улице Сурикова. В этом году им начали обустраивать двор по программе «Комфортная городская среда». Сделали парковку, смонтировали новое детское игровое оборудование, поставили бордюры. Однако затем один из подрядчиков ушел, и работы остановились. Некоторые жители посчитали, что на благоустройство конкретно их территории не хватило средств. И строители просто о них забыли. К решению вопросов подключилась наша съемочная группа, а затем и руководство района. Удалось ли исправить ситуацию? Сюжет Павла Берсенева. Сейчас вы видите кадры, которые были сняты почти месяц назад, когда благоустройство еще не вошло в финальную стадию. Нам ничего не сделали вообще. Ни ограждений не сделали, ни детскую площадку, вот эту территорию для детей не сделали. Только вот поставили два объекта, и все. Два объекта – это детский игровой комплекс в виде кораблика, и вот эта горка в виде рыбки. К слову, разница между оборудованием новым и старым заметна не сразу. Шатается и то, и это. На любое детское оборудование есть сертификат и прописано в паспорте производителя, что он особо представляет, какая толщина, из чего сделано, какое крепление находится. Это все прописано в паспорте производителя. И у производителя вместе с установщиком несут гарантийные обязательства по эксплуатации этого оборудования. Понесет ли кто гарантийные обязательства или же такое отклонение в пределах нормы, покажет приемка. Жители четырех домов этого микрорайона вступили в программу «Комфортная городская среда» в 2017 году. Совместно обсуждали тему благоустройства и надеялись получить уютный уголок, где смогут отдохнуть и взрослые, и дети. Справедливости ради отметим. Действительно, территория возле двух пятиэтажек сделана на совесть. Аккуратные ограждения, тротуары, новенький асфальт, места под парковку. Но вот у жильцов 70-го дома по улице Сурикова изначально сложилось впечатление, что на них денег не хватило. Из всего, что планировалось, вот этот пятачок заасфальтировали, вот этот вот, просто для машин. Поставили вот эти бордюры, которые уже улетают, там качество оставляет желать лучшего. А вот это вот, не знаю для чего это было сделано, вот все, все это осталось без внимания. И там травмоопасная территория, вот наши дети, они там ходят, лазают, гуляют, а там уже помойка. А травмоопасная территория, вот она, прямоугольник, очерченный бордюрным камнем. Внутри него камни, куски асфальта и различный мусор. В общем, все то, что как магнит притягивает к себе детей. Один неловкий шаг, и ребенок того и гляди, может оступиться и пораниться. Сказали, что вот там вот все заасфальтируют, отсыпят, заасфальтируют, поставят эти ворота им, натянут сеткой, чтобы машина не попадала в мяч. С конца мая тишина. Никого вообще. Подрядчики вообще вот как насыпали вот эти кучи и ушли. И никого нет. Куда делся подрядчик? Пожалуй, именно этот вопрос тогда волновал жителей больше всего. И в Магнитогорской инвесторе пояснили, что он должен вернуться. На тот момент как раз решалась судьба этого самого участка. Дело в том, что рядом проходят теплотрассы, и разрешение на установку игровой площадки могут просто не дать. Место, в принципе, свободное, но теплотрассы рядышком находятся. Можно ли все-таки поставить там потом в будущем детское бродюре? Вы понимаете? Сейчас он это все сделает. А что будет потом? Самое главное. То есть сейчас отсыпят площадочку, а потом скажут, что нет, нельзя расположить, потому что слишком рядышком находится теплотрасса. А или лучше тогда сделать проще газон. Так и произошло. Для установки детского оборудования площадку признали непригодной. Поэтому подрядчик просто засыпал участок землей, где должна будет разместиться клумба. И вот в каком образе предстал этот двор сейчас. Нам привезли песок, сделали ограждение. Вот и обещали, вот скоро уже побрежут вот эти деревья, засыпят территорию детским песочком. Ну, вроде бы жители пока довольны. А вы лично сами? Я, да. Руководство Ленинской администрации пояснило, что основные работы в этом дворе уже сделаны. Осталось лишь навести лоск. Между тем, приемки по программе «Комфортная городская среда» еще не было. Когда она будет производиться, мнение жителей обещали принять во внимание. Ну, смотрите, изначально согласие жителей уже получено. В протоколах жители высказались за благоустройство. Вот в дальнейшем обязательно, в обязательном порядке, Магнитогорский инвестстрой, когда будет осуществлять приемку дворовых территорий, мнение жителей однозначно будет учитываться, поскольку мы, соответственно, это благоустройство выполняли для них. Старшие, соответственно, дворовых территорий будут приглашены в Магнитогорский инвестстрой на момент подписания. И свои подписи они оставят в актах. К другим темам глава региона Алексей Текслер продолжает серию рабочих поездок по области. Накануне он посетил Ашинский район и Усть-Катавский городской округ. В ходе визита он побывал на предприятиях, осмотрел объекты социальной сферы, а также пообщался с жителями и руководством населенных пунктов. Рабочий визит Алексея Текслера начался с посещения Ашинского металлургического завода. Там он побывал в листопрокатном цехе номер один, где производится толстый листовой металл. Руководство представило главе региона планы по реконструкции цеха и увеличению производственных мощностей. Затем Алексей Текслер осмотрел новую поликлинику. Она разместилась в здании бывшего профилактория. На реконструкцию было выделено порядка 30 миллионов рублей из бюджета области. Сейчас на базе поликлиники работает клиника-диагностическая лаборатория, дневной стационар и кабинет функциональной диагностики. Поделились с руководством области наболевшим и простые горожане. Так, одна из жительниц посетовала на удручающее состояние школы номер два. Во время дождей заливаются учебные классы и коридоры, отчего стены покрыты плесенью. Выехав на место, Алексей Текслер выразил опасение, что учебное заведение не успеет подготовиться к новому учебному году. Сегодня, когда у нас будет с вами двусторонняя встреча, вы подготовьтесь, я хочу услышать, как вы собираетесь эту проблему решить. Тогда сделаем дело. Хорошо? Договорились? А у вас еще есть несколько часов. Подготовьтесь, потому что это невозможная ситуация. Рабочий визит в Усть-Котав Алексей Текслер начал с посещения вагоностроительного завода. В этом году у предприятия есть региональный заказ на поставку 15 вагонов для Магнитогорска, однако заявка на производство в 2020 году до сих пор не сформирована. В то же время глава региона подчеркнул, что сейчас ускоряется принятие концепции по развитию общественного транспорта прежде всего в Челябинске. А это предусматривает реконструкцию трамвайной сети и приобретение новых вагонов. Мы точно будем в следующем году приобретать новые трамваи. Если УКВЗ будет готов к этой программе, тогда УКВЗ активно может в этом участвовать. Если УКВЗ по каким-то причинам не сможет подготовиться, мы начнем с других производителей. Но мне бы лично хотелось, чтобы это были наши усть-котавские трамваи. Но тут вопрос в том, будет ли готов УКВЗ. Вот они мне сегодня пообещали, что они будут готовы. Ну хорошо, проверим, будет это или нет, но задача как бы очевидная. Также Алексей Текслер посетил общеобразовательную школу номер 4. Сейчас там проходят работы по реконструкции входной группы и возведению пристроя. Сдать этот объект должны были еще в июле, однако ремонт не закончен до сих пор. Этот факт крайне возмутил главу региона, и он поручил ускорить темпы строительства. Также он остался недоволен тем, что работы ведутся без капитального ремонта старого здания и благоустройства прилегающей территории. На эти цели из областного бюджета будет оказана необходимая финансовая поддержка. Павел Брюсенев, телекомпания ТВИ. Магнитогорск станет второй столицей региона. В городе Металургов будет реализована масштабная программа под таким названием. Она включает множество областных и федеральных проектов. С инициативой выступил глава региона Алексей Текслер на встрече с главой города Металургов Сергеем Бердниковым. А также предложил мэру занять пост в правительстве региона. Вместе с реализацией такого проекта под названием Магнитогорск, вторая столица Южного Урала, который бы включил такое количество проектов и, может быть, новые проекты, которые мы продолжаем отрабатывать, у меня есть предложение к вам назначить вас на должность вице-губернатора Челябинской области на освобожденной основе для организации этой работы и контроля исполнения тех решений, о которых я говорю. Речь идет о проектах, которые касаются развития социальной инфраструктуры города. Все они представлены президенту страны Владимиру Путина во время его визита в Магнитогорск 19 июля. Так, в городе Металургов планируют за два года построить два детских сада и школу, реконструировать детскую больницу и поликлинику. Также при поддержке федеральных властей в городе Металургов планируется построить парк притяжения и многофункциональный медицинский центр. Огромное спасибо за доверие и, наверное, подчеркну, что как раз для того, чтобы реализовать столь значимую задачу, наверное, теоретически и практически правильным было бы, конечно, добавить некие полномочия с точки зрения реализации, потому что серьезная вот эта задача, она требует и жестких каких-то решений, и особенно временных. Добавим, что при поддержке областного правительства может быть открыт фонд «Вторая столица». В нем будут аккумулироваться деньги на развитие Магнитогорска от частных предприятий города. Постановление о назначении Сергея Берникова подписано. К выполнению своих обязанностей на посту вице-губернатора на общественных началах он уже приступил. В этом году Магнитогорский металлургический комбинат солидно обновляет парк железнодорожного транспорта. В течение года на линию выйдет 13 новых локомотивов, 12 тепловозов и один электровоз. Несколько из них, включая электровоз марки «НПМ-2М», уже поступили и запущены в работу. Новый электровоз транспортирует думкары с известняком, рассказывает Юлия Никифорова. Новый и современный электровоз определили в начальный этап производственно-технологической цепочки. На нем возят известняк. Горную массу везут из известняково-доломитового карьера на дробильно-сортировочную фабрику. Состав курсирует по этой линии туда-обратно круглые сутки. Электровозы марки «НПМ-2» на комбинате используются уже давно. Модернизированная же модель этого локомотива пока одна единственная. Это улучшенная версия, модернизированный. На нем стоят более мощные тяговые двигатели. На самый тяжелый руководящий подъем он поднимает 380 тонн по нашему району. За сутки он делает где-то 4 подобных оборота. До поступления нового локомотива известняк транспортировали с помощью старых немецких электровозов. Максимально такой состав включал в себя 7 дубкаров с горной массой. Модернизированный локомотив производства новочеркасского электровозостроительного завода тянет все 8. Машиниста Игоря Калиниченко можно назвать начинающим, потому что он всего полгода назад приступил к работе. До этого был помощником машиниста. Новый электровоз стал своеобразным подарком Игорю Васильевичу в период профессионального становления. Машина хорошая, ничего плохого не могу сказать. Тихо, комфортно. Нравится. Юлия Никифорова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. В центральной клинической медико-санитарной части очень радостное событие. В стационар больницы пришел новый врач-невролог Тимофей Бакин. Тимофей Михайлович ранее работал в московских больницах, имеет опыт в лечении больных с инсультами. Руководство медсанчасти связывает с ним большие надежды на внедрение в магнитогорские передовых методик оказания помощи при инсульте. Тему продолжит Юлия Никифорова. Молодой врач-невролог, коренной москвич Тимофей Бакин, сменил место жительства, работы, покинул столицу и приехал в магнитку. Уже две недели, как Тимофей Михайлович, работает в отделении неврологии номер один медсанчасти, где лечатся пациенты с нарушениями мозгового кровообращения. У главного врача больницы Максима Домашенко и доктора-невролога Марка Лоскутникова, московских медиков, приехавших сюда ранее, получилось привлечь в больницу еще одного своего коллегу. Мы заинтересовали работой, которая будет направлена на внедрение чего-то нового в магнитогорской медицине, так скажем, именно по части лечения острого инсульта. То есть будем развивать технологии, направленные на восстановление кровотока по тромбированным артериям, минимальной инвазивной хирургии, то есть эндоваскулярной хирургии, когда через прокол педренной артерии вводится специальный катетер, подводится к сосуду головного мозга и извлекается тромб. Коллеги уверены, что именно за такими людьми, как Тимофей Бакин, будущее отечественной медицины. Тимофей Михайлович очень интересный человек, из тех людей, которому иногда интереснее идея и ее реализация, чем прочие факторы, включая бытовые и экономические. Предполагаю, что на него будет возложена миссия по внедрению нового метода лечения инсульта, а именно эндоваскулярного лечения инсульта. В Европе такого рода операции делают неврологи, а в Российской Федерации до сих пор нет единства, кто это должен делать. Тимофей Михайлович со мной работал раньше. Только не думайте о том, что здесь он приехал на какую-то зарплату или еще на что-то. Он приехал именно работать, именно в связи с тем, что здесь есть определенные перспективы по развитию. И людей, которые хотят смотреть вперед, хотят чему-то учиться, хотят развиваться, то, что сейчас возможно сделать в медсанчасти, оно является очень привлекательным. Осенью этого года в медсанчасть поступит новый компьютерный томограф, необходимый для внедрения малоинвазивной методики лечения острых инсультов. Команда неврологов теперь уже сформирована. Кстати, самому Тимофею Михайловичу в «Магнитке» понравилось. Люди добрые. Мне кажется, Магнитогорские по сравнению с Москвой, если честно, более открытые. Юлия Никифорова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Сегодня Магнитогорской пожарной охране исполняется 90 лет. В честь этой знаменательной даты в одной из пожарных частей города накануне был торжественно открыт памятник городским огнеборцам. С особым воодушевлением появление мемориала встретили ветераны пожарной охраны. Они были почетными гостями церемонии. Побывала на ней и наша съемочная группа. Это территория 25-й пожарной части на Советской. Здесь уже есть исторические артефакты, пожарные штабные автомобили 60-х. Пройдет совсем немного времени, и в облик части добавится скульптурная композиция. В торжественном строю далеко не весь гарнизон. На местах боевые расчеты, диспетчеры, готовность постоянная от слова всегда. Тем, кто свободен от дежурства, слова благодарности от командования. Профессия пожарного – это профессия самоотверженных, мужественных людей, готовых пожертвовать собой, чтобы спасти чужие жизни. Будь это пожары, ибо это чрезвычайная ситуация. Я хотел бы сказать огромную благодарность всем, кто принимал участие в создании данного мемориала. Про создателей памятника отдельная история. Его автор – самодеятельный скульптор Данил Севастьянов, сотрудник пожарно-спасательной части номер 67. В принципе, не чужд культурным композициям. В Агаповке уже стоит его же памятник пограничникам. Теперь вот пожарные. Их двое – оба в напряженных позах. С особой тщательностью выписаны детали. Форма по штатному расписанию. Рукава в готовности. Взгляд целеустремлен. Работу над мемориалом начали в октябре прошлого года. Весит он более полутора тонн. Идея сразу родилась. На ходу сразу придумали, что как. Пожелания начальника отряда учел. Сделали. Сначала эскиз нарисовали. Утвердили. Занялись делать. С особым воодушевлением открытия мемориала встретили ветераны пожарной охраны нашего города. Они считают, что с открытием памятника огнеборцам восторжествовала справедливость. Теперь, говорит Борис Алексеевич, будет я собраться, вспомнить своих боевых товарищей. Это благодарность тем пожарным, которые вечно в списке, в строю. Но вот можно подойти здесь и, так скажем, подойти к месту, где можно, так сказать, сам с собой о чем-то поговорить. В плане сказать добрые слова тем людям, которые изначально эти традиции зарождали. Которые мы сейчас, наши бойцы их продолжают. Логическим завершением церемонии стало вручение наиболее отличившимся пожарным памятных юбилейных медалей. Среди кавалеров были и герои нашего репортажа. Игорь Гурьянов, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. В продолжении темы, одним открытием памятника торжества, посвященные 90-летнему юбилею пожарной охраны, не ограничились. В честь знаменательной даты по улицам города прошел автопробег пожарной техники. О тех, кто принял в нем участие, об автомобилях и людях, сюжет Павла Берсенева. Семь красавцев автомобилей выстроились в ряд. Все они стоят на вооружении Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. Здесь и автоцистерны емкостью по 4000 литров воды, и коленчатый подъемник, который может подниматься на высоту 50 метров, и автолестница. Одним словом, то, без чего сложно представить процесс сушения пожара. А ведь 90 лет назад все было совсем по-другому, и штат был меньше, да и техника была совсем иной. Пожарная охрана начиналась, конечно же, с повозок, гужевых повозок, на которых стояли бочки и запряженная лошадиную упряжку. С этого и начинались пожарные команды, охраняемый металлургический завод. Магнитогорские металлургические комбинаты и пожарная охрана неразрывно связаны и по сей день. Так, в прошлом году ММК подарил огнеборцам две новые автоцистерны на базе автомобиля «Урал». На одной из них ездит Владимир Макшаков. Он предан своему делу вот уже 27 лет. Несмотря на все сложности, с которыми сопряжен труд, работу свою по-настоящему любят. Меня привел сюда дядька. Он работал в пожарной охране, он меня привел, и я вот здесь работаю. Потом братья подтянулись, сестра работала. У нас была целая династия здесь. Сейчас сын у меня работает. Сейчас Магнитогорский пожарно-спасательный гарнизон насчитывает более 500 человек. Их каждодневный труд сродни подвигу. Достаточно вспомнить недавнюю трагедию. Взрыв 164-го дома по проспекту Карла Маркса. Каждый, кто был задействован в ликвидации последствий трагедии, проявил немалое мужество и силу духа. Все там себя вели профессионально, выполняли свой долг до конца. Постоянно осуществлялась у нас смена, иначе бы просто физически человек бы с такими требованиями и нагрузками бы не справился. Проводилась смена, ну и, соответственно, все в своих сменах отрабатывали на достойном уровне. В ходе автопробега машины проехали от 20-й пожарной части по маршруту Кирова, Пушкина, Магнитная, Ленина, Труда, Карла Маркса, Уральская. Завершился автопробег на территории пожарно-спасательной части номер 23. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания «ЭТВИН». 7 августа в городской больнице номер 2 произошел пожар. К счастью, пострадавших нет, да и площадь возгорания была незначительной. Но это уже второй случай за три недели, когда в учреждениях здравоохранения Магнитогорска срабатывает пожарная сигнализация. Подробности у Андрея Рыжкова. Первый пожар случился 18 июля в психоневрологической больнице номер 5. Около 20 часов в приемном отделении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Возгорание произошло в подвальном помещении главного корпуса. Огнеборцы приехали через несколько минут, так как сигнал автоматически поступает на пульт пожарной охраны. В это время сотрудники больницы эвакуировали пациентов. Учения проходят у нас минимум два раза в год, поэтому действия персонала отработаны, паники никакой нет. То есть я сама приехала в момент пожара и контролировала эвакуацию. Вот и видела, что персонал работал очень отлаженно, четко, давал команды, считал больных, выводил в прогулочных дворик. Пожарные установили причину возгорания. Это неосторожное обращение с огнем во время курения. Камера видеонаблюдения зафиксировала, один из пациентов курит перед входом в подвал. По версии пожарных он занёс туда непотушенный окурок. Произошло это около 11 часов дня, и находившиеся там материалы тлели в течение нескольких часов. Допущено грубейшее нарушение пожарной безопасности. Допущено складирование сгораемого материала в подвале здания. И несмотря на то, что мероприятия пожарной безопасности, которые исключали задымление в корпус и сигнализация сработала вместе с дублированием сигнала, пожар произошёл. В результате никто не пострадал. Пациенты, а их в этот момент в главном корпусе было около сотни, вернулись в свои палаты через пару часов. Второй за три недели пожарный случай заставил понервничать сотрудников и пациентов горбольницы номер два. В 8 вечера, 7 августа, загорелось помещение стола справок. Дымом заволокло первый этаж здания, где расположено приёмное отделение хирургии. Благодаря слаженной работе коллектива пациенты все были эвакуированы. Никто у нас не пострадал. Пожар ликвидированный. Пациенты вернулись на свои места. Эвакуировали мы коллапрактологическое отделение, хирургическое отделение, которое находится над столом справок. Здесь официальная причина возгорания – аварийный режим работы осветительных приборов. Ранее сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы в ходе проверок данных учреждений уже выявлялись нарушения нормы правил пожарной безопасности. Должностные и юридические лица привлекались к ответственности. На сегодняшний день сотрудниками надзорной деятельности согласованы проведение внеплановых проверок учреждений, где произошли возгорания. По результатам будут вынесены предписания нарушения и привлечены к административной ответственности. Проведут профилактическую работу с руководителями учреждений здравоохранения и в городском управлении гражданской защиты населения на ближайшей комиссии по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на то, что это все-таки у нас все медицинские учреждения в настоящее время относятся к компетенции области, а не к администрации города, каждый подобный случай дает повод для размышления и дает повод для анализа. Это все-таки людям надо все-таки объяснять, как делать так, чтобы не допустить подобное. Да, естественно, хочу донести до руководителей организации всех форм собственности о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Проверить состояние подвальных помещений, чердачных этажей, состояние электропроводки проверить, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Для того, чтобы в случае пожара избежать гибели, травматизма своих сотрудников, ну и первонаперно, чтобы избежать вообще пожара. Андрей Рыжков, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Пятигорская меховая ярмарка открывает новый модный сезон. В полюбившемся многим магазине почти полностью обновилась коллекция шуб и шапок. В ассортименте появилась верхняя одежда меховых фабрик Казани. Эти изделия выделяются разнообразной цветовой палитрой и модными фасонами. Главное достоинство казанских мехов – это, конечно же, их качество. Шубы казанских меховых фабрик шьются из самых теплых и износостойких мехов – это норка и мутон. Дизайнеры постарались, чтобы каждое изделие имело свою изюминку. Технология пресс-мутон делает мех похожим на каракуль. Богатая отделка украшает графитовое пальто из норки. Мутоновых шубок у меня много уже. Я уже и носила их как бы, но теперь выбрала королеву меха, норочку, именно казанской фабрики в моем любимом магазинчике. Очень шикарный мех по цвету мне понравилось. И моделька, и то, что здесь есть еще капюшончик могу, так же и без головного убора носить. Шубы казанских меховых фабрик – это широкий размерный ряд от 40-го российского до 70-го. Среди фасонов есть не только приталенные или прямые, но и модный сегодня оверсайз. Цветовая палитра шуб из Казани – отдельная тема. Меховую одежду с анималистическим принтом, шубки из белого, зеленого или синего меха найдут здесь те, кто пристально следит за модными тенденциями. В этом году очень много товара пришло. Нового товара. Работаем мы с казанскими фабриками. Пятигорскими фабриками. Очень интересные модельки. Молодежки очень много пришло. Это фасон из меха керли. Это выделка овчины. К любой шубке прямо здесь, на Пятигорской меховой ярмарке, можно подобрать шапку. Среди более чем двух тысяч моделей есть трикотажные и фетровые, кашемировые и текстильные. Из натурального меха – мужские и женские. Если иметь качественную вещь хочется уже сейчас, а нужной суммы под рукой нет, любую покупку можно оформить в расходочку на 24 месяца. Меховая ярмарка располагается на втором этаже торгового центра «Контур» по адресу улица Борис-Ручева, 7-Б. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficin.ru. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова